Друзья, всем привет! Сегодня по вашим многочисленным просьбам мы будем готовить торт Фрезье. Это знаменитый торт французской классики, который состоит из генуэзского бисквита, ванильного или фисташкового крема муслин и свежей клубники. И, конечно, Фрезье имеет свой узнаваемый внешний вид. В современном исполнении крем муслин стали заменять более облегченными кремами, такими как крем-дипломат, баварский крем, муссовый и другие. Сегодня мы также приготовим облегченную версию, но наиболее приближенную, на мой взгляд, к классическому варианту. Торт получается очень нежным, ароматным, сбалансированным и, конечно, эффектным. Итак, приготовление начнем с бисквита женуаз или генуэзского бисквита. Состав бисквита очень простой, но в приготовлении есть некоторые особенности. Для начала нам нужно соорудить водяную баню. Для этого просто нужно довести до кипения воду в сотейнике. В это время яйца нужно соединить вместе с сахаром, хорошо перемешать их венчиком. Когда вода дошла до кипения, нагрев уменьшаем, чтобы кипение было умеренным и сверху устанавливаем чашу с яйцами. При этом дно чаши не должно касаться воды, это важно. Чаша будет нагреваться от пара, идущего от горячей воды. Яйца нужно постоянно перемешивать до их нагрева и полного растворения сахара. И при этом важно следить, чтобы температура не превышала 60 градусов, иначе яйца начнут сворачиваться. В процессе я несколько раз приподнимаю чашу, чтобы выпустить пар, чтобы он не скапливался. Когда масса достаточно нагрелась, а сахар полностью растворился, проверить можно перетерев массу между пальцев. Снимаем чашу с плиты и сразу начинаем взбивать массу миксером. Начинаем с невысокой скорости и постепенно можно скорость увеличить до средней. Нужно, чтобы масса взбивалась равномерно. Она будет увеличиваться в объеме, светлеть и густеть. Массу нужно взбить очень хорошо. Время взбивания будет зависеть от мощности вашего миксера, но минут 10 минимум понадобится точно. Масса в результате должна получиться вот такой объемной и густой. Теперь к яичной массе нужно просеять всю муку и аккуратно, но быстро вмешать ее лопаткой. На этом этапе миксер уже использовать нельзя. Когда мука равномерно вмешалась, добавляем растопленное сливочное масло и вмешиваем его в тесто буквально несколькими движениями. Важно, чтобы масло хорошо и равномерно распределилось в тесте. Но при этом сделать это нужно быстро, потому что от каждого лишнего движения объем теста будет теряться. Вот таким однородным должно получиться тесто. Повторюсь, что важно не вымешивать его долго. Тесто сразу выливаем в форму и выпекаем в заранее разогретой духовке. Температура выпечки 180 градусов. У меня бисквит выпекался около 40 минут, но время выпечки будет зависеть от особенностей вашей духовки. Выпекаем до сухой чистой деревянной шпажки. Горячий бисквит с противня переставляем на решетку, даем немного остыть и затем достаем бисквит из формы. Вот такой бисквит получается. Заворачиваем его в пищевую пленку и убираем на несколько часов в холодильник. Затем бисквит необходимо подготовить для сборки торта. Сначала у бисквита срезаем верхний слой и затем его нужно разрезать на два коржа, но немного неравных. Один должен получиться потолще, а другой потоньше. Тот бисквит, который потолще, нам нужно обрезать кольцом 18 сантиметров. Этот бисквит будет основанием торта. А второй бисквит, который потоньше, нужно положить на подложку. Обрезать его кольцом 16 сантиметров, то есть на 2 сантиметра меньше предыдущего и оставить его на подложке в кольце. Он нам скоро понадобится. А второй бисквит пока завернем в пищевую пленку и уберем в холодильник до сборки. Теперь приготовим клубничную начинку. Желатин нужно замочить в очень холодной воде, хорошо перемешать, чтобы он не комковался и оставить его набухать. В это время пектин соединим вместе с сахаром и хорошо перемешаем венчиком. Клубничное пюре комнатной температуры переливаем в сотейник и отправляем нагреваться на плиту. Когда пюре немного нагреется и станет теплым, при постоянном перемешивании венчиком начинаем постепенно всыпать пектин с сахаром. Далее массу нужно довести до кипения. Прокипятить около 1 минуты и затем выключить нагрев и ввести лимонный сок. Еще раз все хорошо перемешать и убрать с плиты. Желатин к этому времени должен вот так хорошо набухнуть. Сразу же вводим набухший желатин в горячее пюре и хорошо перемешиваем, чтобы он полностью разошелся и распределился в массе. Даем пюре немного остыть и затем берем наш бисквит, который в кольце и выливаем пюре на него. Равномерно его распределяем и убираем форму в морозилку на несколько часов. И перед тем, как готовить заварной крем, подготовим все для сборки торта. Нам понадобится отборная свежая красивая клубника. Ее нужно помыть, хорошо высушить, срезать хвостики у самого основания и разрезать на половинки. На тарелку складываем клубнику срезом вверх и вот такая клубничка у нас должна получиться. Теперь готовим форму. На подложку кладем тот бисквит, который лежит в холодильнике. Вокруг него оборачиваем ацетатную ленту. Сверху надеваем разъемное кольцо и плотно его прижимаем. Берем наши половинки клубнички и выкладываем их по всей окружности срезом к ацетатной ленте. Сильно придавливать не надо, клубника и так будет хорошо держаться. И вот так вот получилось. Далее вернемся к нашей начинке. Она уже подморозилась и заранее достанем ее из кольца. Сначала ножиком отделим ее от подложки и затем пройдемся ножиком вдоль стенок и снимем кольцо. И снова уберем начинку в морозилку до сборки. И теперь, когда у нас все готово для сборки торта, начинаем готовить заварной крем. Желатин замочим в очень холодной воде, хорошо его перемешаем и отставим для набухания. Молоко переливаем в сотейник и отправляем его на плиту нагреваться до кипения. В это время к желткам добавляем сахар и сразу же очень хорошо растираем венчиком. Затем добавляем кукурузный крахмал и также еще раз тщательно растираем. И в результате должна получиться вот такая масса. Возвращаемся к молоку. Оно дошло до кипения. Не кипятим его, а сразу снимаем с плиты и тонкой струйкой выливаем небольшую часть в желтки и активно-активно перемешиваем. Далее, продолжая активное перемешивание, выливаем большую часть горячего молока. А затем всю эту массу выливаем к оставшемуся молоку в сотейнике, возвращаем на плиту и на среднем огне при постоянном активном перемешивании начинаем заваривать крем. Крем начнет густеть и будем его варить до уверенного загустения. Посмотрите, как крем в результате загустел. При этом он постоянно должен оставаться однородным, не должно быть никаких комков и он не должен пригорать на дне. Готовый крем сразу же перекладываем из сотейника в чистую чашу. Желатин к этому времени уже набух. Сразу вводим его в горячий крем и хорошо перемешиваем. Желатин должен полностью разойтись в креме. Крем в результате должен снова стать полностью однородным. Теперь добавляем к нему сливочное масло комнатной температуры, нарезанное на кубики. И опять тщательно перемешиваем крем до однородности. Сливочное масло должно хорошо разойтись в креме. И когда масло полностью вмешалось, в самом конце добавляем фисташковую пасту, она также комнатной температуры. И последний раз хорошо перемешиваем крем до однородности. Вот таким в результате получается крем. Он однородный, очень ароматный и вкусный. Для удобства крем перекладываем в кондитерский мешок и можно собирать торт. Берем нашу форму с заготовкой и начинаем заполнять кремом. Пока крем еще достаточно теплый, он жидкий, но он довольно быстро схватывается. Самое важное на этом этапе заполнить все промежутки между клубничками и закрыть их верхушки. Выливаем большую часть крема, примерно 2 3 или даже больше. Разравниваем ложкой и затем достаем нашу начинку из морозилки. Выкладываем ее вниз клубничной частью и слегка придавливаем, как бы вкручивая в крем. Оставшимся кремом заполняем промежуток между начинкой и кольцом. И также покрываем кремом поверхность бисквита. То есть мы прячем начинку внутрь торта. Разравниваем верхний слой крема и убираем торт в холодильник до полной стабилизации примерно на 6-7 часов. И когда торт стабилизировался, приготовим тонкий слой желе для украшения верха. Здесь все очень просто. Желатин замачиваем в холодной воде, отставляем его для набухания. Пюре клубничное соединяем вместе с сахаром, доводим его на плите до кипения и до полного растворения сахара. Снимаем с плиты. В горячее пюре вводим набухший желатин и тщательно пюре перемешиваем, чтобы желатин разошелся. Переливаем в другую посуду и даем остыть до комнатной температуры, периодически перемешивая. Затем достаем наш торт и выливаем желе на поверхность торта, равномерно распределяем и убираем в холодильник примерно на час, чтобы верхний слой схватился. Вообще традиционно торт фрезье украшаются либо слоем марципана, либо меренгой, но я предпочла вот такой более облегченный вариант. Все, наш торт готов. Освобождаем его от всей конструкции и вот таким он получился. Украшаем его по желанию. Я украсила половинками свежей клубники. Клубничку сверху я присыпала не тающей сахарной пудрой и посыпала рубленными фисташками, так как фрезье у меня фисташковый. И вот такой красавец получается. В реальности торт выглядит еще эффектнее, чем на видео. Он хорошо держит свою форму, довольно стабильный, но нужно учитывать, что здесь желатин и если в помещении слишком жарко, то он может терять свою устойчивость. Торт получается очень нежный и вкусный, так что, друзья, вдохновляйтесь, готовьте. У меня на этом все. Я вас всех, как всегда, благодарю за внимание. Оставайтесь со мной на связи и до новых встреч!